Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, самом интересном изменении новостного фона и о том, как все это влияет на динамику финансовых инструментов. Центральной и рыночной темой остается ход переговоров между республиканцами и демократами относительно нового пакета фискальных стимулов. Продолжаются эти переговоры уже несколько недель. Это самая настоящая комедия. Вроде бы как понятно, что необходимые средства, их нужно согласовывать, потому что экономика в них очень нуждается. Но почему-то, опять же, демократы никак не хотят пойти на компромисс с республиканцами. Может быть, это какая-то затаившаяся обида лидера Палаты представителей Нэнси Пелози в отношении Трампа. То, как у них складываются отношения, мы помним, опять же, по ходу последних заседаний и открытой конфронтации между этими чиновниками. В данном случае, друзья, ранее было известно о том, что Трамп в обход Конгресса все-таки принял решение выпустить указ о том, что безработные должны продолжать получать повышенные пособия. Опять же, очень много вопросов к тому, в каком формате эта помощь будет дальше реализовываться, потому что, как такового, подтверждения Конгресса единого нет и удастся ли, опять же, только лишь на президентских указах в отношении вот этих социальных программ этот фонд сформировать и, соответственно, раздать тем, кто нуждается. Много критики, потому что, опять же, часть этих средств, которые должны пойти на выплату, пособия должны финансироваться за счет бюджетов штатов в отношении некоторых из них из-за ситуации последней с пандемией. Там большие проблемы с долговыми обязательствами. Есть ли юридическая сила у этих указов, опять же, тоже неизвестно. Я, друзья, пытался на эту тему зайти с разных сторон уже на протяжении всей недели и очень надеюсь, что где-то вот в нужном месте у вас отложилось понимание того, что неважно, в конце концов, в каком формате это согласие от Конгресса едино республиканцев и демократов и от Трампа придет после. Самое главное, оно придет. И вопрос будет только в объеме вот этого фонда помощи. Я предлагаю удовольствоваться пока что малым, чтобы потом не расстраиваться, то есть, как минимум, ожидать притока в экономику еще одного триллиона долларов. Как это повлияет на рыночное настроение, тоже неизвестно, но я могу предположить, что в отношении американской валюты, скорее всего, приток дополнительных средств будет воспринят в качестве еще одного подтверждения и риска для потенциального последующего роста инфляции. Об этом тоже очень много уже было сказано. Без этих денег экономика не справится, потому что, опять же, повышенные пособия – это один из основных триггеров роста потребительской активности и вклада потребителей в показатели экономического восстановления. То есть, сейчас экономику нужно продолжать заливать деньгами. Вот так вот просто остановить печатный станок, скажем так, не представляется возможным. Это произойдет, я думаю, что не раньше 2021 года, но до конца этого года и, соответственно, до конца очередной гонки президентской мы поработаем с фактом осознания того, что экономику будут заливать деньгами. Друзья, и это, я думаю, что триллионы долларов, то есть на этом пакете финансовой помощи все не закончится до конца этого года. Я ожидаю еще решения примерно на 2-3 триллиона, которые также будут необходимы. По статистике по штатам сейчас важно проанализировать последние данные по инфляции. Конечно же, локально влияние на доллар они не оказали, но данные по инфляции – это как раз лакмусовая бумага того, что сейчас происходит с настроениями, с ожиданиями реализации инфляционных рисков и того, что может произойти с общим показателем потребительских цен из-за потенциального роста денежной массы. Индекс потребительских цен, друзья, в годовом выражении вырос до единицы с 0,6%. Базовое значение индекса потребительских цен также прибавилось с 1,2 до 1,6. Ранее у нас, как вы помните, индекс цен производителей как компонент общего показателя инфляции также свидетельствовало о росте инфляционного давления. Это только, друзья, начало. Конечно же, мы точно не вернемся к показателям великой инфляции 70-х годов в США, но уверен, что процент 2 из-за тех мер стимулирования, которые сейчас реализуются, все-таки у индекса потребительских цен еще будет прибавка. Соответственно, по доллару это ожидание его девальвации процентов на 10 как минимум. Нам сейчас нужно, в принципе, скромное значение по индексу американского доллара 92 пункта. Посмотрите на графики в моменте, вот опять же с утра на азиатской сессии четверга я точно могу сказать, что индекс американской валюты снижается. 93.24 ждем, 92 пункта. Как слабость доллара влияет на риск, тоже мы в этом не раз могли убедиться, поэтому мы не мудрили. То есть снижение доллара это логичная отдача в плане роста главного валютного риска европейской валюты 1.1806. Сейчас, я думаю, друзья, мы не отцепимся вот этих от длинных ориентиров по евро-доллару раньше того, как не достигнем сопротивления 1.20. Я думаю, что этот уровень все-таки будет протестирован. В отношении британской валюты 1.3054 здесь рост может быть не таким динамичным, но он, скорее всего, будет. Почему не таким динамичным? Потому что есть внутренние, фундаментальные английские стопоры для развития вот этой бычьей динамики. Опять же, та же самая статистика, которую мы анализируем в течение всей недели. От рынка труда до вчерашних данных по ОВП и промышленному производству. Темпы экономического роста во втором квартале просели больше, чем на 20%. Это значит, что английская экономика уже в самой глубокой рецессии за все время наблюдения за статистикой. Как на это будет реагировать британский регулятор, я мог бы сейчас предположить, что, скорее всего, можно будет рассмотреть ближе к концу года, либо уже в 2021 году, вероятность снижения ставки и увеличение программы количественного смягчения. Но сейчас этим вам голову забивать не хочется. Ближайший важный ориентир временной – это октябрь, когда заканчивается срок действия текущего фонда о помощи именно английской экономике. И, соответственно, когда в октябре это произойдет, английская экономика может столкнуться с еще одним экономическим шоком. Это повышенные пошлины, ограниченные квоты именно со стороны Европейского Союза. Конечно же, если сделки не будет. Но как продвигаются переговоры по Брекзиту, я думаю, что вероятность заключения торгового соглашения в ближайшие месяцы крайне низко. То есть, друзья, я пока что предлагаю работать с восстановлением британской валюты только из-за того, что будет падать доллар. Но ожидания должны быть скромными. То есть у нас нет настроя дождаться 1,35 или 1,4. Я думаю, что если мы сделаем 150-200 пунктов, можно будет Британ составить в покое и, например, как-то краткосрочно после поспекулировать и в октябре уже, например, вернуться к возможности открытия затяжных коротких позиций. Золото 1932. Мы восстанавливаемся. Друзья, распродажи были недолгими. Опять же, динамика, интенсивная волатильность, как я накануне отмечал, это следствие того, что золото, кладезь спекулятивного капитала, деньги очень быстро стали выходить. На панических настроениях также сейчас быстро и заходит. Присмотритесь к золоту, если вы раньше искали возможности купить как можно дешевле и расстраивались из-за того, что когда золото было выше 2 050 долларов за унцию, что не купили раньше. Сейчас у вас есть эта возможность. Не упускайте ее, друзья. Золото будет дальше расти из-за прежних факторов, слабости доллара, снижения доходности американских облигаций. Сейчас доходность десятилетних трежерис находится на отметке 0,65. Реальная ставка в районе нуля или даже на отрицательных значениях, что в принципе является одним из основных поддерживающих факторов для золота. Биткоин 11 586, цель прежняя 12 500. Я думаю, что по биткоину, по рынку криптовалют мы также увидим восстановление вслед за золотом. S&P я призывал вас, друзья, присмотреться и купить в расчете на перехай, обновление исторических максимумов. Сейчас совсем прям рукой подать, да, значение хая. 3369 пунктов. Сейчас, если хотите, ну, хотя бы чуть-чуть выжать из вот этого обычного ралли, 3400 мы точно увидим, потому что такая принципиальная позиция у S&P все-таки догнать NASDAQ и Dow Jones, которые ранее уже обновили исторические максимумы. И что касается нефти, друзья, 45.29 после того, как вчера мы получили доказательства того, что объемы добычи в Штатах снизились, я удивлен был снижению на 300 тысяч баррелей до 10,7 миллионов баррелей в сутки и падение запасов на 4,5 миллиона, в то время как по прогнозу ожидалось снижение на 2,8. Сегодня я, конечно же, озадачился, стоит ли пока что при таком фоне и нежелание трейдеров активно распродавать нефть, стоит ли держать короткие позиции. Коридор меня, друзья, утомил, поэтому я сегодня принял решение закрыть с небольшим плюсом короткую позицию, буду дальше следить за развитием событий, но, скорее всего, с вероятностью 99% мой следующий трейд также будет по нефти в шорт. На этом все, большое спасибо за внимание, всем пока!